ТЕРИТОРИЯ МАШИН Всем привет! С вами Территория Машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о машине из кино и русском автопилоте. Компания DeLorean открыла прием заказов на купе DMC-12. Да-да, это именно тот автомобиль, который снимался в фильме «Назад в будущее». И это не новости середины 80-х. О технических характеристиках автомобиля пока ничего не известно. Говорят, что его оснастят мотором V8, но это только догадки. Всего планируется выпустить 300 DeLorean 1982 модельного года. Стоить машина будет порядка 100 тысяч долларов. А чтобы стать ее владельцем, нужно заполнить анкету на сайте. Автомобиль стал известен благодаря голливудской трилогии. Но и с точки зрения конструкции он был интересен. Его кузов был полностью алюминиевым, а двери открывались вверх. Судьба к бренду DeLorean не была благосклонна. В результате судебных споров с General Motors она была передана во внешнее управление и признана банкротом. Сейчас активы компании и права на бренд принадлежат гражданину по имени Стивен Уайн. Именно он объявил миру о том, что DeLorean опять будет выпускать автомобили. Насколько хватит у Уайна запала и машинокомплектов, мы скоро узнаем. Волна автопилотирования всего, что можно, докатилась и до нашей страны. Еще свежие истории с подделками Илона Маска, которые попадают в аварии, но технический прогресс пугалками не остановить. Оператор московского каршеринга DeLimobil и компания VolgaBas со следующего года начинают испытания собственного беспилотного автомобиля. Поначалу испытания будут проходить на закрытых площадках, потом начнут имитировать улицы и, наверное, выпустят пару пешеходов. Уж потом автомобили выпустят в город. Первое время в автомобиле будет находиться специально обученный человек, который будет следить за тем, чтобы робот чего не выкинул. Когда отладка оборудования закончится, автомобилем можно будет управлять с помощью голосовых команд. VolgaBas, кстати, один из пионеров нашего беспилотного движения. Компания разработала автономный автобусик на шесть человек, который представила в сентябре на московской выставке. Собственно, в рамках кампании по импортозамещению DeLimobil и выбрали отечественную компанию. А то, глядишь, опять все досталось бы китайцам. Это была территория машин. Не забывайте пристегиваться. Территория машин.